Если мы берем бюджет 2021 года, то в нем расходы на оборону и национальную безопасность предусмотрены порядка 4,6 миллиардов мана. Это где-то сумма эквивалентная 2,7 миллиардов долларов. По сравнению с бюджетом 2020 года, рост расходов на эти цели составит 20,5 процентов. Но немаловажный еще один момент. В бюджете на 2021 год капитальные расходы на реализацию проектов, направленных на укрепление материально-технической базы вооруженных сил Азербайджана, предусмотрены в размере 2,1 миллиардов манат. Эта сумма чуть более 1,2 миллиарда долларов. И по сравнению с прошлым годом, расходы на эти цели увеличатся на 500 миллионов манатов или же на 31,3 процента. Как мы понимаем, именно такой рост расходов обусловлен необходимостью укрепления безопасности как границ с Арменией, так и создания необходимой инфраструктуры на освобожденных территориях Нагорном Карабахе и Нижнем Карабахе. Ну, если мы сравним за последние 5-6 лет, то мы увидим, что рост расходов имеет существенный характер. Например, в 2016 году расходы на оборону и укрепление национальной безопасности составляли в бюджете 1,8 миллиардов манатов. А в 2017 году на эти цели уже в бюджете было заложено 2,9 миллиардов манатов. Мы понимаем, что на основании событий апреля 2016 года впоследствии были приняты решения о том, что нужно дополнительно увеличивать расходы на оборону, поэтому уже в 2017 году мы видим рост расходов более чем на 1 миллиард, и их суммарный объем составил 2,9 миллиардов манатов. То есть я думаю, что в ближайшие 3-5 лет рост расходов на оборону будет одним из приоритетов для правительства Азербайджана. Возможно, в последующие годы темпы роста будут не такими, как сейчас, там, по 20% в год, но в любом случае проекты в этой сфере будут реализовываться, и объем финансирования будет увеличиваться. Как известно, одним из результатов военных действий в зоне Карабахского конфлекта в сентябре-ноябре 2020 года стало тот факт, что Азербайджан смог полностью взять под контроль границы с Ираном. Дополнительно где-то 130-километровый участок границы перешел под контроль Государственной пограничной службы Азербайджана. Соответственно, на этом участке границы нужно будет создавать необходимую инфраструктуру, устанавливать пограничные посты, пограничные пункты, заставы и все прочее. И плюс не будем забывать о том, что освобождение от оккупации Зангеландского района, Губадлинского, Лачинского, Кельбарского районов привели к тому, что граница с Арменией вдоль этих районов также перешла под контроль Азербайджана. Границу в южном направлении обеспечивает безопасность подразделения Государственной пограничной службы Лачинского и Кельбарджарского районов в настоящее время подразделения Министерства обороны Азербайджана.